так ребят привет сегодня с вами говорим про аутофагию я давно подбиралась к этой теме никак не могла ее разобрать соответственно сразу вам дам несколько моментов которые вы поймете и соответственно возможно будете применять и с этим работать я уже много лет читала различные книги про аутофагию миф или не миф в общем как улучшить аутофагию я расскажу в этом видео возможно станет вам полезным возможно просто вы отметите это все лайком дизлайком какая разница главное чтобы вам помогала аутофагия это вычищение мусорных клеток которые у нас накапливаются у кого-то есть амилоидные бляшки у кого-то есть какие-то аутоиммунные состояния и у кого-то есть серьезные заболевания в общем у кого-то есть патогены и сколько бы ты не настраивал свой желчаток лимфу печень одно и то же патогены и от этого действительно нервные какое-то напряжение вот я расскажу самую простую вещь на которую важно ряд реагировать и понять если мы с вами говорим про поврежденные белки они действительно могут наносить еще больше вред организму поэтому организм выработал систему их переработки и с помощью ферментов и создания новых белков другой момент аутофагия помогает избавиться от патогенов аутофагия уменьшает воспаление продолжает продлевает жизнь борется с раком замедляет старение это же круто это прям супер но аутофагия начинается с голодания 16 18 часов до этого момента к сожалению но все что происходит то и происходит что может усилить аутофагию это конечно сульфорофан фитонутриент как растительное соединение он есть крестоцветных овощах особенно в брокколи в проросках брокколи плюс в моменты также фитонутриенты которые есть зеленом чае он стимулирует аутофагию и он еще и противовоспалительный в нем очень много антиоксидантов только не надо чифирить тогда чай 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 соответственно если мы с вами говорим про куркумин пряность из куркумы и куркумина может усиливать аутофагию супер серьезно раз вера тролл это фитонутриент который есть во многих овощах винограде на виноград не не желаю вам если вы там винчик подпеваете я тоже не пью я не знаю в общем виноград можно рассвератрол получать капсулах другой момент везде где есть сахар это все сразу замедляет вашу аутофагию но это ну просто жизнь такая должна вам об этом сказать аутофагию действительно может не только голодание стимулировать но и все что я перечислю то есть не обязательно голодать 16-18 часов и ждать каких-то отходников чтобы у вас там что-то случилось с вами иногда нужно просто добавить кофеина кому-то кому-то тренировки нужно добавить кому-то нужно сульфорофан кому-то нужен куркумин рассвератрол в общем все эти моменты влияют на ваши запуски запуске ваших в процессов внутренних и еще один момент если мы говорим про историю очистить свой организм это и есть аутофагия то есть многие не понимают что иногда некоторые голодом очистят организм другой момент если мы с вами говорим про мощные факторы это не только голодание это то что я рассказала в этот момент будет происходить отмирание дрожжей грибков вирусов микробов внутри клеточных патогенов соответственно будут расщепляться элементы ферменты будут расщепляться то что от чего вы чувствовали себя плохо и другой момент конечно клетки могут брать эти белки и перерабатывать их в новое сырье и можно ими за заново пользоваться то есть вот такие моменты очень очень важны активируется мышление активируется когнитивные способности и вы прям чувствуете себя классно поэтому пишите если есть вопросы то я вам с радостью дам обратную связь подписывайтесь забыла сказать с вот вот открыт вот вот